Марина, добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что вас достали вопросы про мужа и детей. Значит, про Олега Павловича точно не буду, про детей я хотел бы узнать. Нет, почему не достали? Нет, не достали, просто когда говоришь только об этом, ты думаешь, ну, может быть, к мужу непосредственно обратиться за интервью, но дети еще не достали. К нему очень непросто обратиться, вы знаете. Поэтому, понимаете, быть в роли человека, к которому обращаются, не имея возможности получить интервью у мужа, тоже как-то выступать хочется не очень часто, вот и все. Так что нет, я с огромным уважением и любовью отношусь к Олегу Павловичу Табакову. А мы с какой любовью и уважением? Нет, я с радостью говорю, вот, но считаю, что мне тоже есть до чего сказать. Я это к чему, к чему я это издалека начал. У меня на прошлой неделе был коллега ваш, Вадим Демчок, знаете, да, о ком я говорю. Вот, и мы говорили о его детях, и он просто обратился к зрителям, к зрительницам с заветом, что девушки, не ходите в профессию, не становитесь актрисами. Все актрисы, сказал он, несчастные женщины. Вот я вам, как к несчастной женщине, и как к матери потенциально несчастной женщине обращаюсь, развейте этот миф или, наоборот, поддержите вашего коллегу? Вы знаете, даже всерьез обсуждать это, ну, знаете, уже в силу возраста, опыта и всего остального, ну, как можно к этому относиться? Человек, когда состаивается, он счастливый. И если человек не состоялся в любой профессии, независимо, врач, учитель, актер, юрист, журналист, он несчастен, вот и все. Самое главное в жизни, помимо любви, естественно, это реализация. То есть человек реализован, он счастлив. Я считаю себя в достаточной степени, может быть, не 100%, конечно, реализованной. В силу, опять-таки, того, что я супруга Олега Павловича Табакова, это определенное положение, которое, знаете, все время говорят, а ты сзади, а ты сзади. Вот, но это мой выбор был, поэтому я ни о чем не жалею. Так что, нет, я считаю себя счастливой женщиной, счастливой актрисой. Я все-таки к детям хочу. Какое вы будущее видите? Я, насколько понимаю, сын ведь уже определился с выбором. Нет, я не могу так сказать. Нет, да? Вы знаете, он дебютировал в спектакле «Театр Табакова» на сцене МХТ. Он сейчас учится в театральном колледже на втором курсе. Он дебютировал в кино в этом году у замечательного режиссера Анны Меликян. Он сыграл главную мужскую роль. Не знаю, сыграл или нет, но играл. Потому что, знаете, как актер может играть роль, но не сыграть. Это разные вещи. Я, естественно, желаю, чтобы у фильма был успех. Прежде всего, режиссер, она достойна этого, она очень талантлива. Но ему 17,5 лет. Я считаю, что для него это проба понять себя, разобраться, понять, что он любит или не любит. Он сейчас увлечен. Но он достаточно трезвый, молодой человек. А в маму? Если трезвый и увлеченный, мне кажется, больше в маму, чем в папу. Возможно. Поэтому, я думаю, он разберется. Потому что, если мы вспомним историю старшего сына Олега Павловича Антона, он достаточно длительное время был актером. Потом он нашел себя в бизнесе и очень успешно занимается. Сейчас он нашел себя в семье. У меня был буквально неделю назад Антон, он приезжал в Москву, приходил. Он нашел себя в семье. Понимаете, да, для него семья очень много значит. Он вообще человек, который нас объединяет, скажем так. В основном мы у него все встречаемся. А, вот это, кстати, я тоже знаю. Наши дочки дружат, и они фактически ровесницы. И Павел к нему с необычайной нежностью относится. Он к Антону очень нежно относится. Поэтому жизнь такая непредсказуемая. Вы знаете, человек может заниматься одним, потом понять, что он хочет еще что-то попробовать. Главное, чтобы была эта возможность. Я как-то с вами беседую. Вы такая рассудительная девушка, что, мне кажется, жизнь как раз предсказуема в вашей системе координат. Нет, для вас она тоже непредсказуема? Вы знаете, если бы я была такая рассудительная, и могла бы четко все планировать, наверное, у меня не было бы десятилетнего романа, который было бы понятно, что он не окончится ничем, тем более рождением двух детей. Вот, я думаю, что если человек планирует изначально, то в его жизни ничего не произойдет. Я не планирую. То есть я планирую учебу. Я планирую, и то я не планировала, что моя дочка пойдет в британскую школу. Я абсолютно была уверена. Как Мария Олеговна пошла уже в британскую школу? Да, в Маркле. Семь лет всего, нет? Шесть с половиной лет. Шесть с половиной, да. А там вообще с четырех лет. Она пошла позже. А вот так вот. Это было спонтанное решение. Несчастный ребенок? Абсолютно. Нет, она счастлива. У вас почему-то тема несчастья. Вот просто это с чем связано? Нет, ну, это со школы нет. Ну, как с четырех лет в школу. Знаете, она счастлива при этом. Школа – это кошмар для любого ребенка. Наша школа – да. Никогда в британскую школу не ходили? А дети ваши в какой школе учились? А, ну, нет, в советской. В советской. Да, даже не в российской, а в советской. Вот. Вы просто, может, придите как-нибудь, посмотрите, что есть какая-то альтернатива, и что люди бывают счастливы при том, что они занимаются. Я не знаю, как в вашей профессии, насколько вы счастливы в том, что вы делаете, и нравится ли вам общение в принципе с теми людьми. Когда к нам приходят такие красивые актрисы, мы счастливы. Вот. Понимаете, я, может быть, я почему на эту тему стала говорить? У меня ощущение, что все плачут в последнее время. Вместо того, чтобы понимать, что можно быть счастливой, мы просто от того, что близкие твои живы и здоровы. Ведь, понимаете, мы страдаем, когда нет настоящего несчастья в жизни. Когда возникает очень серьезная проблема, все наши сопли, вопли, они становятся неуместными, мелкими и, как бы сказать, ничего не стоящими. Понимаете, это вот есть точка отсчета какая-то, когда ты понимаешь, что все остальное ерунда. Вот. Поэтому надо просто помимо всего, вот, знаете, каждому человеку либо дано любить, либо не дано. И я вот сталкивалась в жизни... Как, не всем дано? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Я замечала часто, что люди, говоря об отношениях, например, двоих людей, никогда не видят в этом, очень многие часто не видят искренность и то, что за этим, кроме этого, ничего не стоит. Все находят объяснения, оправдания, ну и так далее, и так далее. А я не знаю, я почему-то, когда узнаю, что кому-то с кем-то хорошо, я верю в то, что им хорошо. Не знаю, почему, потому что у меня было так в жизни. Я знаю, что такое любовь, я знаю, что она есть, я знаю, что такое влюбленность, и это абсолютное счастье ни с чем не сравнимое. То есть так же, как что такое рождение детей. Это вот у меня, когда родила Павлика, очень долго-долго было все мучительно. И потом, когда он родился, я поняла, что такое, вот быть в раю. Знаете, я это в жизни ощутила, поэтому я считаю, что много счастья было в моей жизни. Вот я не знаю, обращал ли кто-то на это внимание, когда я готовился к фиру, я обратил внимание, что вы получили звание заслуженной артистки в год рождения первенца. А народную артистку получили, это общее место, все замечают, да? Вы знаете, нет, я заметила, это очень смешно было. Да, это удивительное совпадение, да? Вот серьезно, абсолютно. Значит, из журиков никто не замечал, да, этого? Вы знаете, нет, вы первый такой внимательный, потому что даже я шутила на эту тему, вот про себя, потому что это, конечно, невероятное совпадение, но, вы знаете, я к званиям отношусь не то, что спокойно, я считаю, что они не всегда есть адекватная оценка, и они, можно взять двух разных людей с одним и тем же званием, и будет понятно, что они разновеликие величины. Кто-то за выслугу лет, кто-то за хорошее отношение к работе, кто-то просто за талант, очень разные составляющие. Наверное, в советское время это давало, ну, то есть, понимаете, звание не гарантирует работу. А вы за что получили? Ведь не за рождение детей. Нет, 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 вы знаете, что я объясню, просто вот когда создали театр под руководством Табакова, наверное, я просто была вот в той группе первых, кто имел к этому отношение, и в это время уже получили звания, ну, более вот старшие. И так как получается, что все равно в какой-то момент, ну, либо надо было всем отказываться от званий, как в свое время Олег Павлович предлагал, и Олег Николаевич Ефремов, кстати, их не поддержали, все время предлагали, давайте откажемся от званий. Никто их в Союзе театральных деятелей не поддержал, поэтому если... Ну, что бы, они-то у них-то уже были звания. Вы знаете, это... Ну, а в Америке нет званий. Ну, какая разница, там, Де Ниро или Аль Пачино, народные они или там заслуженные, как это вообще можно определить? Поэтому либо в эту игру играть, либо не играть. Вот и все. Так играть или не играть? Ну, если такая существует система координат, то было бы абсурдно, например, что в каком-то театре кто-то народный, а, например, в табакерке масса хороших актеров даже незаслуженных. Эта игра была бы незаметна, знаете, такая бай местного масштаба. Ну, поэтому есть эта система. Ну, там же вы же понимаете, что аналог, что Оскар, это, в общем, тоже аналог вот некого признания. Ну, задавал отворил, это уже не к ник званиям, это к золотому орлу, к Нике и так далее. Вот если мы говорим уже о цехе и о профессии, как вы относитесь, очень просто много дискуссий на эту тему к тому, что серьезные, хорошие профессионалы, актеры, актрисы снимаются в сериалах. Вы ведь снимались и в «Французском докторе», и в «Неодиноких». У вас есть опыт работы, да, в сериале? Вы знаете, да, я... Как вы вообще в принципе, то есть должны отказываться от таких работ? Ну, вот эти сейчас так мало качественных работ, что иногда качественные... В большом кино вы имеете в виду? Ну, вообще, есть хорошие, серьезные картины, и есть авторское кино, и я не хочу говорить, что все плохо. Нет. Но основная часть не доходит до зрителя, это большая проблема. Я, кстати, не видела Хлебникова в последнюю картину, сейчас в Берлине, я так понимаю, да? Вот, но там фильмы, которые я видела, например, и меня радуют. Есть еще... Вот, посадите, пожалуйста, какую-нибудь ленту, которую вы считаете... Из последних? Да, которая не дошла до зрителя, и с вашей точки зрения очень достойная работа. Вы знаете, ну, наверное, мне кажется, не было массового проката у фильма «Жить» Сигарева. Думаю, что нет. Я летом была на премьере, из того, что мне понравилось, и я считаю, что это зрительская картина, я не знаю, как она прошла, это «Коко» Дуни Смирновой, при том, что два дня, скажем так, я... Ну, видимо, что-то попало, понимаете? Вот два дня я восприняла совсем по-другому. А вот эта история, может быть, две хорошие актрисы играли, и как бы... Я, в принципе, вот... Троянова для меня открытие. Несмотря на то, что она жена режиссера, у которого она снимается, она сама по себе очень хороша. Вот. И мы, кстати, вот тоже, знаете, такая солидарность, видимо, цеховая. Мы когда в Екатеринбург приезжали и играли там спектакль «Чайка», она потом приходила и такие хорошие слова говорила, уже потом приехав в Москву, она говорила, когда мы уехали, как вас вспоминали, что у нас вот так, а вы приехали. Вот это дорогого стоит на самом деле, потому что люди не зависят друг от друга, достаточно как бы... Каждый свою позицию занимает. Вот то, что касается сериалов. Я смотрела и очень качественные сериалы, которые были, скажем так, сродни вот тем фильмам, которые снимали. Какие? В 17 мгновении тоже сериал, правильно? Ну, вспомнили. Ну, к примеру. Это было там... Или «Большая перемена». Я, например, с удовольствием... Это эпоха, в прошлом тысячелетии. Я просто говорю, что раньше же тоже были сериалы, но были и хорошие сериалы. Понимаете, поэтому... То есть, я правильно могу резюмировать, что Марина Зудина считает, что отказываться от съемок в сериалах – это снобизм, что... Вы знаете, ну, если это снимает тот же Хатиненко, про подводную лодку совершенно замечательная работа была, какая разница, сколько там серий, та же «Гибель империи», есть просто качественные работы. Из последних, пусть это коммерческая работа, но все равно качественно был снят тот же сериал «Мосгаз». Понимаете, там у Андрея Смолякова очень хорошая работа, у Юры Черсина. Просто они, я их знаю, я... Максим Матвеев, я радовалась, и это... Там интрига есть. Я не говорю об этом, как о большом кино, вы делаете поправку. Но я говорю, как о зрелище, где за сюжетом интересно смотреть. А есть, ну, совсем мыло, но это даже мы не обсуждаем. Почему вы не обсуждаем? Ну, я имею в виду, что, естественно, я не говорю о, знаете, сериалах, которые там 24, 36, 100, 200, 300. Понятно, это производство, и люди зарабатывают деньги, но куда денешься? Многие должны зарабатывать чем-то себе на жизнь. Я не могу осуждать, я вообще считаю, что осуждать нельзя. Это право, выбор каждого человека. Вот. Я снималась у Тимура Исадзе. Был фильм «Наследство». Мы снимали на пленку, был очень хороший оператор, были замечательные артисты, и там достаточно, как бы, была культура кадра, культура того, что происходит в кадре, и... Извините, а вы эту культуру кадра ощущаете или можете оценить, когда отсматриваете материал, или вы уже работаете? Уже когда я вижу, как оператор работает. А то есть вы уже работаете, понимаете, что будет культура кадра? Безусловно. Я, вы знаете, что я часто, например, когда мне звонят из каких-то вот кинокомпаний, которые снимают фильмы, я говорю, а можно посмотреть, что снимал режиссер, или в какой манере это будет снято? Потому что часто у меня ощущение, что я тоже так могу, я могу взять камеру, переставлять из точки, в точку сделать какое-то общее освещение, и... Нет, понимаете, я же начинала с кино, я работала с замечательными операторами, и я знаю, что такое крупный план, я знаю, как раньше это делали, поэтому, естественно, это просто заложено во мне какое-то чутье. Я тоже, наверное, могу вляпаться, как и многие, но, тем не менее, я как бы стараюсь выбирать... Другая смежная тема. Крупный актер, профессионал, предложение сниматься в рекламе. Как вы к этому относитесь? Сейчас я скажу, как. Вот нужно, например, категорически. Я объясню. Есть имидж живое понятие, да, вот такое. Да, да. То есть, когда Рената Литвинова рекламирует «Лореаль», я не считаю, что это плохо. Это, ну, как бы сказать, она выражает тип определенной женщины. Ну, по стенке шапка, да. Она, понимаете, ну, естественно... А когда депардье сковородки? Вы знаете, я не могу понять этого, когда он кухни рекламирует, сковородки, по-моему, кетчуп еще рекламировал. Нет, когда это дорогой парфюм. Как классно Бандерас рекламирует парфюм, то есть, понимаете, или там клуни кофе. То есть, если это сделано с юмором, если это сделано с плюсом для имиджа актера, где он иронизирует над собой, или, ну, это замечательно, когда он проходит, и шлейф запах, и женщина просто, как бы сказать, ее тянет к этому мужчине. Это очень интересно сделано. Ну, естественно, я против майонеза ряба, я ничего не хочу говорить, но лучше дорогие машины, дорогие часы. Ну, что-то, как-то, понимаете, что... Ну, или там, я не знаю, тогда уж тренажеры. То есть, если человек занимается спортом, да, он может рекламировать... Ну, депардье занимается сковородками. Во-первых, он ест. Во-вторых, он готов. Во-вторых, он готов. Я этого не могу понять. Наверное, он думает, что во Франции это никто не увидит, понимаете? И, видимо, это отношение к России, к сожалению. Я не думаю, что он бы этот уровень товаров рекламировал на Западе. Вы знаете, вот просто ваш сосед дачный, Егор Кончаловский, вот то же самое говорил, что никто никогда во Франции не увидит эту рекламу. Понимаете, наверное, это... А что в России думают? Да, наверное, ему, в общем... Понимаете? Ну, теперь-то, наверное, не все равно, он как бы наш землячок. Вот, так что нет, я отношусь к рекламе очень... А сами бы вы вписались в какую-то рекламу? Вы знаете, мне в свое время предлагали, но... Что? Крем. Так. Вот. Не импортный. В свое время еще там я тоже шампунь или что-то было такое, но это было давно, и я помню, что как-то странно, по-моему, они считали, что это как-то то ли не надо оплачивать, то ли что это большая честь предложить актрисе, сняться в рекламе. Это много-много лет назад было, тогда, видимо, к русским как-то относились, знаете, что должны сказать спасибо, что вот они появятся в рекламе. Вот. Ну, как-то что-то не совпало. А Олег Павлович не вписывается в подобные проекты, в рекламу? Вы знаете, прерасположительно отношусь к социальным проектам, когда это социальная реклама, и это плюс, это... Ну, это позиция гражданская, скажем так. Вот. Ну, так как он все-таки человек и как бы определенное положение занимает, мы, да, ему предлагали в основном банки. Вот банки, еще что-то. Ну, как-то, нет, он отказывался. Понятно. Ну, просто его имидж анимационный используется. Вы знаете, да, но это даже не его голос. Но очень похож. Очень похож. Вы знаете, вот это, я считаю, что, конечно... Да, вот это спекуляция. Это, да, это очень неправильно, потому что делают манеры. Понятно, что там никто из актеров не озвучивал. Для потребителей это абсолютно табаков. Да, вот это на самом деле обман, и это нехорошо, потому что оправдываться... Ну, человек никогда не опустится до этого, а то, что, конечно... Вот, а как авторство? Вот проблема авторских прав, в принципе, она, конечно... Давайте засудим. В принципе, есть чем в жизни заниматься. Вот, ну, я к этому отрицательно отношусь, потому что все равно образ придуман Олегом Павловичем, и художником, конечно, а получается, что права на это имеет только автор, как бы, произведения этого. А это неправильно. А вы в одном из интервью, мне даже кажется, не в одном, а в нескольких, очень пиарили гомеопатию. Говорили, что вот гомеопатия – это спасение... Нет, я вообще... Я не знаю, что это за интервью было вообще... Я вам могу показать. Нет, может быть. Я, честно говоря, они... Вот в детстве, когда болела, бабушка лечила у меня гомеопатией. Да, ну, это действительно... И это было единственное, что помогало. И когда ждали Павлика тоже, якобы, ну, вот с ваших слов. Вы знаете, зависит от таланта врача. И вы искренне, по-моему, как мне кажется... Кстати, вы знаете, я хочу сказать, у нас была премьера «Идеального мужа». Я хочу сказать, фактически у нас там реклама компании «Боско». Да? Потому что... Все «Боско»? Не все «Боско», но «Боско» много, и даже жена режиссера. Я, правда, это не видела. Она вылезает из ванной, то ли полуголая, то ли голая. Ну, не знаю, вообще, что-то у нее голое, и вся в татуировках «Боско». Я говорю, Даша, а что у тебя? Даша Мороз играет. Она говорит, а у меня тут какие-то татуировки. Но я в этот момент не вижу, я в другом месте нахожусь, я ни разу не видел. Но тоже татуировка «Боско». Так что тоже своего рода реклама. Скажите, а очень неожиданно было мне узнать, что, если журналисты, конечно, по нашей цеховой привычке не напутали, что вашим идеалом является Грета Гарба. Это правда, или это вам положили в уста? Вы знаете, я не могу сказать. Вы знаете, идеалы, наверное, только в детстве существуют. Вот как? Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Ну, это, понимаете, я... То есть у вас сейчас не... Вы уже вышли из детского возраста, да? Ну, я думаю, да, судя по возрасту моего сына старшего. А нет, это не имеет отношения. И у вас сейчас не существует идеалов? Есть нравственный идеал, понимаете? Да-да-да, я объясню. Есть люди, позицию которых я уважаю, и они есть... Это не идеал. Это, понимаете, идеал, само слово. Это же такой идеал. Для кого-то идеально одно, для кого-то идеально другое. Ну, хорошо, давайте я переформулирую. Бывает, что вы смотрите работы какие-то, ну, я имею в виду Грета Гарба, или не знаю, как это, и думаете, вот я так хочу, я так не могу, но хотела бы... Вы знаете, я могу сказать, я могу снизиться и перейти к сегодняшнему дню, к сегодняшнему театру, или к сегодняшнему кино. Но я с большой нежностью отношусь к Ренате Литвиновой. И она существует... Как, давайте уточним здесь, к Ренате Литвиновой как человеку... К человеку, как актрисе. Актрисе? Да, и с большим уважением как к женщине, как... А как к режиссеру? Как к режиссеру. Вы знаете, она мне интересна во всех проявлениях, на самом деле. Как режиссер? И как... Я не говорю, что она идеальна, или я все принимаю, но она мне интересна. Это разные вещи. Тебе человек может быть интересен, но тебе, может, не нравится, что в данный момент он делает. Мне человек интересен, я, в отличие от журналистов, не канонизирую. Понимаете? Журналисты обычно, вот, они смотрят на человека вот так. Мы журналисты, мы канонизируем. Вы знаете, мы вот все ваше семейство канонизировали. Ну, хорошо. И вот, и мы прям сужаем, сужаем круг. Знаете, я объясняю. Я не понимаю, по каким законам играет человек. Я актриса. Да. И я многое из того, что вижу, как делают другие, я понимаю, и я понимаю, могу я это сделать и как это сделать. Я сейчас говорю о Ренате. Я могу сказать о Роте Хайрулиной. Да ладно, мы же сейчас говорим, на самом деле, о вашем семействе. Нет, вы говорите сейчас про идеал или про то, что уже мы не говорим. Мы говорим о вашем семействе. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Мы вас любим, мы вас канонизировали уже. Спасибо. Вот. И я с вас беру слово, что вы с Олегом Павловичем поговорите насчет того, чтобы он как бы линейку полную выстрелил. Уже был Антон, уже были выпуски, он тоже приходит для полноты картины к нам. Ну, почему нет? Да, все. Зависит от вас, наверное. Ну, нет. Вот, зависит на самом деле от вас. Я знаю, что зависит от вас. В этом есть доля правды. Спасибо. Спасибо вам, Марина. Не про все я спросил, про что хотел. Вот, но зато он не грузился вопросами при детей. Да, 24 минуты прошли для меня как-то очень быстро. Нет, но как-то, мне кажется, зато по-живому. Да? Мне кажется, да. Не про все я спросил, про все я спросил, про все я спросил. Спасибо. Спасибо.